Владимир Михайлович Бехтерев, выдающийся отечественный и всемирно известный ученый-инскопедист, невропатолог, психиатр, морфолог, физиолог, психолог, основатель отечественной школы психоневрологов. В 1884 году молодого ученого отправили на стажировку в Европу. Там он познакомился с французским неврологом Жаном Мартеном Шарко. В его клинике Владимир Бехтерев увидел пациентов, которых лечили с помощью гипноза. Новый метод заинтересовал стажера. Он получил несколько уроков от коллеги. После парижской стажировки Владимир Бехтерев одним из первых российских докторов стал использовать метод гипноза и внушения. В силу этого метода он осознал быстро и призвал прибегать к гипнозу с осторожностью. Роль внушения не в медицине, а в обычной жизни казалась ему разрушительной. В осень 1885 года Бехтерев приступил к работе в Казанском университете. Он реорганизовал кафедру психиатрии, при которой им вскоре была организована первая в России психофизиологическая лаборатория, где Бехтерев начал изучать морфологию нервной системы. Казанский период жизни Бехтерев обогатил науку открытиями в области анатомии и физиологии различных структур головного мозга. Эти исследования были обобщены в монографии, проводящей пути спинного и головного мозга. Немецкий профессор Фридрих Копш утверждал, что знают прекрасную анатомию мозга только двое – это Бог и Бехтерев.